Молдова подписала 9 соглашений о финансировании на сумму 380 миллионов евро. Их заключили в рамках Министерской конференции платформы партнерства для нашей страны. Деньги направят на модернизацию инфраструктуры, переход к зеленой энергетике и устойчивое развитие государства. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова Республика Молдова подписала соглашение о финансировании с Европейским инвестиционным банком на льготный кредит в размере 200 миллионов евро для восстановления и расширения национальной программы лесовосстановления. Это поможет нам высадить 63 тысячи гектара леса, создать семенную базу, построить три современных промышленных питомника, дополнительную инфраструктуру для устойчивого управления лесами Республики Молдова. Среди подписанных соглашений значится и меморандум о взаимопонимании для продвижения общественных проектов по поддержке равных возможностей для женщин и мужчин, а также активного участия представительниц прекрасного пола в процессе принятия решений. На эти цели выделят 8,5 миллионов евро. Премьер-министр Дарин Ричан заявил, что реализация этих соглашений окажет прямое и положительное влияние на уровень жизни населения Молдовы. Модернизация дорожной инфраструктуры приведет к развитию бизнеса. Улучшение водоснабжения будет способствовать повышению уровня жизни в Молдове. Я хочу включить в нашу беседу новую инициативу – Фонд развития и солидарности сельского хозяйства, целью которого является оказание помощи фермерам. Мы несем ответственность за то, чтобы всю поступающую поддержку направляли именно туда, куда нужно. Она должна дойти до граждан. Все ресурсы, поступающие в Республику Молдова, направляются исключительно на пользу общества. За этим следят государственные учреждения. Президент Майя Санду поблагодарила партнеров за оказанную нашей стране помощь. Хочу сказать, что поддержка, которую мы получили от наших друзей из Европы, а также со всего мира, сыграла решающую роль. С ее помощью мы преодолели эти кризисы. Эта солидарность является ярким доказательством того, на кого действительно может рассчитывать Республика Молдова. Мы просили, чтобы получаемая нами поддержка была максимально прямой, гибкой и быстрой. У Молдовы огромный потенциал, но в условиях войны в соседней стране нам трудно его использовать. История научила нас, что ни одно государство не смогло добиться экономического успеха без твердой первоначальной поддержки и прочного партнерства. В рамках платформы партнерства также было подписано соглашение, посредством которого нашей стране предоставят грант в 12 миллионов евро на ремонт 120 километров железной дороги на участке Волчинец-Унгень-Кишинеу-Кейнарь. В правительстве отметили, что заключенные договоры представляют существенную помощь для экономики страны и окружающей среды.